Много мы в наших интервью поднимаем тему, ну, вот таких отношений не на всю жизнь. Вот ты сказала про бабушку и дедушку. У меня тоже бабушки и дедушки всю жизнь вместе. Мы родители всю жизнь вместе. А у меня, к сожалению, не получилось. То есть я не так давно развелась. Это все было интеллигентно, максимально чисто и благородно из всех возможных вариантов. Прекрасные у нас сейчас отношения с благодарностью друг другу за долгий, счастливый, на самом деле, брак. Но это все равно не навсегда. Вот у меня к тебе вопрос про то, как не утратить веру в любовь, даже если не получилось с первого раза. И для Антона это тоже не первое отношение. Он публичный человек. Все знают, что тоже там супруга была, есть ребенок. И как двум взрослым людям, у которых, возьмем наших зрителей, у кого-то один раз, у кого-то два, у кого-то три раза уже не получилось. Встретившись, вновь доверять, вновь испытывать вот эту романтику без опаски, без оглядки. Или она какое-то время была, и ты потом только отпускаешь себя. Давай поделись, пожалуйста, с ними. Ты знаешь, отпускаешь, наверное, вот этот вот, как ты говоришь, страх, вот эту вот оглядку. Со временем... Не сразу, да? Не сразу, да, не сразу. Во-первых, не сразу начинаешь, наверное, задумываться о серьезном уже, будучи во взрослом возрасте. Не примеряешь на себя чужую фамилию, как это, там, 15-20 лет. Со временем начинаешь просто доверять человеку, когда... Ну, в нашем случае мы всегда разговариваем. У нас разговоры, это важно, и это помогает, наверное, сблизиться, это помогает решить какие-то конфликты. Не без них, конечно же. Все живые люди. И вот когда вот это вот происходит, когда тебе с человеком настолько просто и хорошо, и иногда даже не нужно говорить, потому что человек тебя понимает, и ты знаешь, какой бы ты ни была, каким бы он там ни был, вы всегда найдете способ поговорить и решить. Вот в наших отношениях разговор это самое важное. И, наверное, благодаря ему мы вместе, мы находим компромиссы. Это дает возможность любить человека, потому что, как я уже говорю, с возрастом мы любим за другое. Абсолютно точно. Вот. И уже это более какие-то, наверное, зрелые чувства, когда ты смотришь на человека и понимаешь, что все вот, вот эта вот семишура, важное, что внутри. В вашем случае это тяжелее, потому что у тебя стало...